Ну, я же не Настрадамус. Слушайте, у меня там мама живет, я два года мать не вижу, потому что меня туда не пускают, поэтому я бы хотел, чтобы это произошло завтра, но мы понимаем, что завтра это не произойдет. И думаю, что пока Путин правит Россией. Сергей, можно я уточню, насколько спокойно живет со вашим родным сейчас в Крыму, ведь местные власти знают прекрасно, кто вы являетесь на материковой части Украины, кем вы являетесь? Ну, у меня сын, когда уезжал из Крыма, его 6 часов допрашивало ФСБ, задержали его на вокзале, и как бы говорили, что ты твой отец подонок, и ты подонок, потому что вы за Украину, но он, правда, у меня боец, поэтому как бы удалось его освободить. Ну, тяжело живется, понятно, фамилия, но хотя, знаете, там, как бы, отвечая на вопрос Евгения, в Крыму 600 тысяч этнических украинцев и в Севастополе, то есть 25 процентов, там 250 тысяч крымских татар. Вот эти 600 тысяч этнических украинцев в Крыму, они вынуждены были получить в основном российские паспорта? Ну, послушайте, российские паспорта получили практически все, потому что Россия сделала таким образом, что если у тебя нет паспорта, ты не получишь ни пенсии, ни пособия, ты не человек. Но я не об этом хотел сказать. Меня больше беспокоит другое. Вот если сегодня всю аудиторию спросить, кто в стране у нас отвечает за Крым? Никто не ответит на этот вопрос. Вот кто старший в органах власти за возвращение Крыма и Донбасса? У нас нет, как Архимед говорил, дайте точку опоры, у нас нет такой фигуры в органах власти. В этом вся проблема. Смотрите, мы наплодили службу. Госслужба по Донбассу, госслужба по Крыму, да? А какие полномочия у этого человека? Он ниже по рангу, чем заместитель министра. У него нет денег, у него нет ресурсов. Я не устаю говорить. Я был премьер-министром Крыма, я чиновник первого ранга, первой категории. Я крымчанин. Я говорю, до тех пор, пока мы не сделаем две вещи. Пока мы не введем в правительство человека ранга вице-премьера, даже не министра. Потому что мы потеряли 15% территории страны. И пока мы на Совете национальной безопасности не утвердим программу возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса, сегодня бессистемная работа. То есть, каждое ведомство что придумало, то и делает. Что по Крыму, что по Донбассу. Одни воюют, другие шпионов ловят. Но системная государственная программа. Она должна быть утверждена на Совете национальной безопасности. Это айсберг. Сейчас соберется Совет национальной безопасности. Евгений, малая часть айсберга, да, там должно быть написано. Крым, Донбасс наш, мы их вернем. Это для всей Украины. Хорошо, какие... А большая часть айсберга, это каждая служба. СБУ должно знать, что оно делает. Служба внешней разведки, МИД, адвокаты, юристы, экономика, социалка. Все должны знать, что они делают каждый день для того, чтобы вернуть оккупированные территории. Какие есть инструменты? Инструменты разные. Есть... Ну, например... Ну, кто-то через Организацию Объединенных Наций, МИД работает. Служба безопасности, служба внешней разведки работает по своему... Но нет человека, который бы это все координировал. А кто мог бы стать этим вице-премьером? А слушайте, неважно кто. Что, 43 миллиона человек у нас нету людей, что ли? На Украине. Еще мы такие убогие, или опять кого-то импортного привезем? Но вы министры экологии... Я хочу сказать о другом. Я ровно год назад, меня назначили представителем президента в Крыму. И я прилетел на последнем, крайнем самолете в Крым. Меня встречало 200 автоматчиков и снайперов в аэропорту. Их, не наших. Я позвонил Константинову и Аксенову, и сказал, я еду. Они мне сказали, не едьте, у вас будут стрелять. Я сказал, я еду, стреляйте. И сейчас, знаете, я смотрю телеканалы все, сейчас столько умников. Поехали? Поехал. И куда приехали? Я ехал в представительство, его захватил спецназ. Двое суток я работал в кабинете начальника милиции Крымской, захватили его. Двое суток в СБУ, захватили его. Потом на нелегальном положении с Чубаровым и с Жемелевым спал с пистолетом под подошкой. И спал, скажем так, у крымских татар, у друзей афганцев, где пришлось, потому что гонялись, ловили. Но дело не в этом. Так а итог вашей поездки? А итог моей поездки был таков, что я приехал сюда, пришел к Турчинову и сказал, что еще есть шанс не потерять. Маленький, но есть. Провел аналогию с началами 90-х. Я в первом созыве был народным депутатом. Помните, президент Мешков, там вся эта история, да? Как бы, понятно, Россия была другая, был Ельцин. Понятно, что тогда наш президент Кучма был в Киеве, а не так, как Янукович сбежал из Крыма. Но, тем не менее, аналогии определенные были. Я вам скажу так, что у России была главная задача отжать Севастополь как базу. А если получится Крым? А если получится. И я сказал о том, что Крыму надо... Я предлагал провести выездное заседание Верховной Рады. Побоялись. Там. Сразу же. Я предлагал здесь принять в первом чтении и сделать референдум бессмысленным. И дать Крыму любые полномочия, кроме суверенитета. Отдать экономические, бюджетные, гуманитарные, культурные. Как мы в 92-м году сделали и приняли закон о разграничении полномочий между Киевом и Симферополем. Тогда мы отдали Крыму все, но сохранили его в составе Украины. Знаете, что мне сказали на это? Сергей, вот такие козыри. Но мы не можем пока этого делать. Это козыри для разговора с Россией. Я сказал нашим тогда лидерам. Россия с вами говорить не будет. Она вас не признает как главу государства. Она единственная, кого она не признает с оговорками. Парламент. И если нужно было в первом чтении, кстати, крымские вожди вот эти перепуг, они этого ждали до последнего, что мы сделаем референдум бессмысленным, отдадим Крыму все, но сохраним его в составе Украины, пусть даже на уровне почти государства, с денежной единицей и с суверенным составом Украины. Мы этого не сделали. И для меня было, конечно, самым странным другое. Крымские татары выходят на улицы. Организованная масса протестуют. Народ борется. И, да, значит, военных гоняют по бухтам. Это мы про вчерашнюю неделю, а про завтра. Морпехам не дают команды. И самое страшное, Евгений, я человек, который руководил Крымом, я представитель президента, приехал оттуда, джемилёвриде крымских татар, народа которой сражается, на Совет национальной безопасности, который каждый день заседает по Крыму, ни меня, ни его не приглашают. И когда я понял, что это фарс, я подал в отставку. Но, к сожалению, уже случилось. Дальше что? Возвращать нужно. А теперь я вам сказал, что нужен человек и программа. Это не быстро. Хорошо, что в этой программе, Сергей, и другие. А что в этой программе? Ну, смотрите, ну, я не знаю, как продвигать идею санкций против тех компаний, послушайте, Евгений, вы не туда движетесь. Евгений, министерство иностранных дел работает на уровне Совет национальной безопасности, организация объединённых наций, Минюст работает на уровне судов, там, с Огольским, там, какие там есть, да, Гаагских и так далее. Служба внешней разведки ведёт работу. Мининформполитики, вы знаете, что сегодня, вот сидит депутат, да, Ваня Винник, 60 километров от Крыма на Херсонщину ни одного украинского канала не показывает. А у нас есть Минстец, а у нас на Донбассе, на освобождённой территории не показывают украинские каналы. Нужно влиять, правильно, кто-то говорил, бороться за людей надо.